Философия, обзоры, политика, критика и обучающие ролики. И так, что мы знаем, что мы делаем нашу мыслью от Эдгара. Про российскую субботу и жизнь. На моем канале все так, как это реально есть, без всякого фальша. Всем привет, с вами Эдгар и мой видеоблог мыслят Эдгара. В этом видео хочу поделиться своим опытом насчет рекламирования своего бизнеса. Почему я решил это заснять? Мне просто чувак, которого зовут Денис, задал такой вопросик. Здорово, Эдгар, мучу автосервис с переделкой авто на газ. Все готово почти, но сам понимаешь, бабла нет, а бабла ни у кого нет. Только у миллионеров. Подскажи насчет рекламы. Что лучше? Радио, телек, баннеры? В общем, что из этого лучше применить для начала? Я отвечу чисто из своего опыта, без всяких там придуманных тем. Реально то, что я пробовал, реально то, что работает, которое стопудово мною испробовано. У меня было несколько бизнесов, и сейчас есть бизнес. Магазины одежды, автомойка, бетонный завод, ну и много всего другого. Фермерское хозяйство, с этими бизнесами я как-то с кем-то что-то мутил, в общем. Да, на момент у меня бетонный завод. Самый эффективный способ, на мой взгляд, на первое место я ставлю раздача рекламных буклетиков или визиток. Без разницы, короче. Какой-то кусочек бумажки, на котором вы напишите свои данные, название организации, чем занимается, адрес и какой-то логотип. Ну и самую главную фишку нужно написать, что человек придет с этой бумажкой, и он получит определенную скидку на какую-то услугу. Если у тебя связано с переделкой на газ, то напиши, насколько возможно, больше свою скидку сделай. Если ты только открываешь, значит максимально организуй. Я делал до 30% скидку. Ну, в среднем люди делают 7%, 10%, 15%. Ну, если нормальный скидос, короче, напишешь, ну, в пределах разумного, конечно. В чем фишка? Чтобы человек эту бумажку не выкинул. В основном они, конечно, выкидывают, но... Если там будет скидос, то вероятности больше, что он оставит эту бумажку у себя. Так вот, что я делал? Я придумал свою визитку. И в виде визиток делал, и в виде вот таких больших буклетиков. Но самое лучшее это визитка, потому что буклетики как-то не знаешь, куда затолкать, блин. Сомнешь и выкинешь. А визитку раз куда-нибудь положил, как-то более-менее. Так вот, распечатал я этих визиток аж 20 тысяч единиц. Можешь не пожалеть, если уж ты собрался раскручивать свой бизнес. Распечатай сразу. Если у тебя, конечно, не будет меняться адрес твоего местонахождения. Это будет и дешевле. И каждый раз ты не будешь, короче, бегать и распечатывать все по-новому. В общем, распечатал. Несколько тысяч этих бумажек закинул я в себе в багажник. Потом нашел людей, которые раздают эти визитки. Где их найти? Ты можешь просто пройтись по всяким там перекресткам днем. На оживленных перекрестках. Там очень часто увидишь, раздают визитки. Подростки там есть, я не знаю, взрослые люди. Разные люди, короче. Подходишь к ним, говоришь там, дайте свой номер телефона. И потом у тебя список этих людей. Когда тебе нужно раздавать, ты просто звонишь, договариваешься, заезжаешь за ними. Привозишь, ставишь на какую-то точку. Или они сами подъезжают на эту точку. В общем, договариваешься. Час работы. Сейчас не знаю, но я давал где-то 100 рублей, 150 рублей. Просто раздают. Даешь, короче, стопочку этих визиток. Тому, кто будет раздавать. Договариваешься о том, чтобы он по одной штучке в одни руки давал. А то есть такие хитрые типы, которые стопками дают. И, короче, это выкидывается. Жалко. А самый лучший вариант. Где-нибудь в машине неподалеку встань и смотри. И скажи, я вон там стою и смотрю. Раздавай. Можно с двух сторон поставить на перекрестке людей. Но я в основном ставил по два человека. Такие места, как вот где Макдональдс. Ну, например, в твоем случае, где вот что-то как-то связано с машинами. Может быть, автозапчасти где-то кто-то продает. Магазин крупный автозапчастей. Неподалеку от этого магазинчика поставь человека. И если кто-то, ну, примерно, понятно, что идет в этот магазин, отдают визиточку ему, зарядили. Или кто выходит и оттуда. Потом возле рынков продажи машин бэушных. По-любому в каждом городе есть такой рынок. Где-нибудь неподалеку тоже поставь человека. Возле торговых центров. Ну, короче, что-то как-то связано с твоим делом. Если у тебя машина, значит, с этим. Если кто-то продает, я не знаю, там, косметику, ну, значит, торговые центры какие-то. Ну, в общем, логику поняли, в чем прикол. Я ставил в торговых центрах рядышком. Иногда в торговых центрах не разрешали. Приходилось договариваться, чтобы оттуда вы не выгоняли людей. В общем, самая эффективная штука, реально, которая дает отдачу, это вот раздача визиток. Потом скажу вам насчет рекламы по радио и телевидению. Не очень эффективная реклама. Тут нужно понять, конечно, для чего, какой бизнес. Это не для каждого бизнеса, конечно, сказано. Просто телевидение – это на долгоиграющий такой, ну, проект как бы рекламирования. По телеку даешь, человек просто между делом видит, запоминает. И если вдруг он как-то увидит твой магазин или твой там бизнес, что-то там делаешь, то он, может быть, вспомнит то, что он видел, и вероятность, что купит у тебя больше. Но это настолько, в общем-то, неэффективно. Вот конкретно для твоего бизнеса, там, с машинами связано, вообще не в тему. Радио тоже не в тему. Люди слушают, я не знаю, я по себе все это знаю. Послушал, ну, и, короче, мимо ушей, и все, проехало. Так что радио и телевидение для твоего бизнеса не советую. Просто потратишь деньги. Потому что баннер один стоит 15 тысяч в месяц. Ты за 15 тысяч рублей столько визиток напечатаешь, раздашь. В интернете вот рекламу – это тоже следующая тема. По телеку прогнать. Я гнал рекламу, раньше было MTV. МТВ, потом MTV переделали, ТНТ, СТС, местная Уфимская получается. Ну, в Уфе, которая идет, ТНТ общая, но реклама идет чисто для уфимцев. Тоже тратил где-то от 15 до 30 тысяч, от 5 до 10 выходов, по 10-15 секунд, что ли. Сейчас уже точно не помню. Самая дорогая реклама была на НТВ. Ой, НТВ говорю, ТНТ. Это вечером, короче. В общем, долгу от этого не было никакого. Это больше подходит каким-нибудь там корпорациям, которые там по всей России и так известны. Какие-нибудь там Adidas и там, не знаю, что там еще рекламируют. Всякие Макдональдси, Мегафоны. Вот такие, короче, вещи. Они просто поддерживают свой имидж. Они за счет этого не добиваются там больше продаж. Просто поддержание своего имени. Кока-кола, там всякий Пепси. А таким мелким смертным бизнесом, как наши, там, в общем, делать нечего. Там можно рекламировать, если хочешь организовать, например, там, вечеринку, тусовку крупную какую-нибудь. Пати. Или пати. Я вот делал вечеринку. А фишку заключал в следующем. Устроил, короче, вечеринку. Ну, естественно, там приглашение, где она будет и так далее. Это работает. Люди видят, опа, вечеринка, потом заходит в интернет, приходит на эту тусовку, а ты на тусовке раздаешь опять эти гребаные флайеры. В общем, перенаправляешь людей к себе. Это радио и телевидение. Следующее – это интернет. Вот интернет – это отличная штука. Можно сказать, одна из эффективных вещей. Прикольная тема – это группа ВКонтакте, естественно. Если у тебя нету группы ВКонтакте, то ты просто лузер. Потому что группа ВКонтакте, когда создается, и название, адрес пишешь, поисковики начинают индексировать и выдают, когда человек набирает, там, хочу переделать на газ, например. Если никто ВКонтакте не создал такую группу под таким названием «Переделка авто на газ», а ты вдруг сделал, ты оказался один-единственный, то в первую очередь поисковик выдает именно… вот твою группу выдаст. Потому что ВКонтакте очень популярна и наикрутейшая социальная сеть. Ну, то в поисковике, например, в том же Яндексе первые три, конечно же, реклама идет. Вот можешь, Яндекс.Директ есть, в Гугле есть реклама. Если ты ленишься самостоятельно, короче, заваливать интернет, рекламой всякими, создал группу, а потом ссылку на эту группу, короче, распространяешь во всем интернете, раскидываешь там знакомым, всем, кому можешь. Это первое, это бесплатно. Если тебе в ламы, тогда есть платное рекламирование. Тот же там есть в Яндексе, Яндекс.Директ. Лучше вот деньги, которые ты бы хотел потратить на радио или телевидение, те же 15-20 тысяч, потратить на рекламу в интернете. Потому что человек что делает? Логично, я хочу переделать на газ. Я захожу в интернете, так и набираю. Хочу переделать или... Вот просто подумай, что бы ты сам набрал, например, если бы хотел переделать свою машину. Установить там газ, переделать на газ. Вот такие вот все слова. И человеку в Яндексе вот сам зайди, попробуй вот это сделать. И тут же у тебя внизу выйдет платная реклама. Первое три – это платная реклама. Вот ты тоже можешь дать платную рекламу. Но направить эту рекламу конкретно на свой город. Когда подаешь в Яндекс.Директе, там можно указать свой город. Например, там, я не знаю, у тебя Казань. Поставил Казань, примерно написал... Ну, там, изучи этот вопрос. Лучше вот такая реклама. И ссылочка там же, в этой же рекламе, на группу ВКонтакте, в которой будут находиться фотографии твоих работ, что ты делаешь, какие предоставляешь услуги, адрес. Максимальная, короче, информация о тебе. И, насколько возможно, больше фото. Потому что люди сейчас любят фото и видео. Это группа ВКонтакте. Рекламирование через всякие там Яндексы и Гуглы. Потом очень неплохо было бы, если бы ты заснял видео своих работ. Организовать... Организовать... Блин, блинский. Организуй свой канал на Ютубе. Если у тебя нету. Это ничего там сложного нету, если ты такого не делал. Зарегистрируйся. Сними несколько видео. Вот тупо что ты делаешь. Как ты это делаешь. Вот твой сервис. Вот ты берешь машину. Вот так вот ты переделываешь это на газ, например. И сам комментируй. Здравствуйте. Вот я такой-то, такой-то, по такому адресу. Вот делаю то-то, то-то. Это стоит так-то. Когда человек видео смотрит, то он максимально доверяет тому, что он ищет. Или ты просто набрал какая-то писанина, какой-то адрес, фиг знает где, фиг знает кто. Как бы неполная информация. Просто тебе нужно туда приехать, посмотреть, убедиться, заказать и так далее. Потом, если вторая движуха, если ты фото выложил. Ты заходишь, смотришь фотографии. Как это делают люди, там лица какие-то. Какое-то доверие больше встает к этому делу. А если у тебя в группе ВКонтакте будут выложены с Ютуба видосы, как ты это делаешь, твой адрес, твое лицо и кто это делает. И ты вслух произносишь, сколько это стоит, сколько времени это занимает, что для этого надо, куда надо подъехать, нужно ли им какие-то запчасти покупать. Или у тебя уже есть все эти запчасти. Короче, все те вопросы, которые бы ты сам задал, если бы хотел поменять машину на газ. Вот всегда, когда что-то рекламируешь или кто-либо рекламирует, ставьте себя на место покупателя, что бы это ни было. Что бы ты набрал в интернете сразу же, если бы это хотел найти или узнать. Так что создай доверие к своему бизнесу. И вот эта взаимодвижуха вызовет цепную реакцию. Это все уйдет в интернет и будет работать. Так что я тебе советую визитки организовать, снять видео твоего дела, фотографии. Вконтакте, в группе все это дело выложить. И самое эффективное, это, конечно, просто распространять своим знакомым. Они распространяют еще кому-то. Сарафанное радио, короче, называется. Так ты раскрутишь свой бизнес. Но это, конечно, не сразу. Не жди, что ты там визитки раздал и тебе там через 5 минут прям весь город к тебе повалит. Чувак взял визитку у него, валяется, может быть, через месяц какой-то его друг с ним идет там или знакомый. Говорит, блин, вот что-то слышал там на газ сделать дешевле. И он говорит, да, блин, у меня была где-то визиточка там. Кто-то мне дал там на газ, давай посмотрим. Понимаешь, даже он не знает, это дорого или дешево, но у него сработает такая фишка, что у него где-то есть эти данные. Ему приятно своему другу сделать что-то вот полезное. Типа, у меня есть, я решу этот вопрос. Пришел там в машине у себя, посмотрел визиточку. Вот, возьми там. Он еще сам может быть нагнать что-то. И да я знаю там отличный чувак, а сам не в курсе. Но это человеческий такой фактор, типа, ты что-то такое знаешь, а тот не знает, а ты ему это говоришь, и это считается круто. И это вот так и работает. Он вспомнит визиточку, ему зарядит. Или кто-то сядет в машину, визитка валяется, а что это такое у тебя тут? Да не знаю, он визитку дали, так, переделка на газ. А ты в курсе, нет, это хорошая тема, нет, не знаю, давай позвоним. Понимаешь, создаешь вероятность. А реклама по телеку, она прошла и исчезла. Вероятность, что это как-то в дальнейшем сработает и останется у человека в голове, минимальная. Так что максимально нужно тратить деньги на рекламу, которых у тебя нету. Вот что-то такое эффективное. В общем, такой вот, чувак, тебе совет. Если еще есть какие-то вопросы по рекламе, ну, много еще всяких, конечно, фишек есть. Тут можно, блин, бесконечно об этом разговаривать. У меня многолетний опыт в бизнесе, в разных там сферах. Я могу тут часами базарить. Просто вы заколебетесь слушать. Я сказал то, что самое эффективное и реально работает. И не слушайте тех, которые вот приходят к вам и, типа, давайте мы вас проконсультируем, скажем, как эффективно это все работает. Особенно из всяких там журналов, например. Вообще нахер эти журналы, блин. Это сейчас кто-то может сказать, ну, журнал это такая же, блин, визитка. Да брехня, кто эти журналы вообще смотрит. Сейчас эти журналы нафиг никому не нужны. Все в основном открывают свой телефон и любая информация здесь смотрят. А журнал ты листаешь, это, блин, из тысячи раз, если ты совсем тебе делать нехер. Прям ты вот сидишь, чего-то там ждешь и смотришь, там лежит каких-то три заброшенных журнала. Ты открываешь, может быть, твоя реклама, кто-то там на нее посмотрит. Зато за размещение в журналах люди, вот эти менеджеры берут такое бабло. Я рекламировался в разных журналах, там 15, 20, 30, 50 тысяч даже отдавал за рекламу. Ну, у меня магазин одежды, бутик, там круто, там все дела было. Потом понял, что просрал я много денег в никуда. Лучше бы на эти деньги, блин, я визиток распечатал. Да лучше бы себе эти деньги оставил. Они с этих журналов не окупаются. Это тоже, журналы это больше работают на имидж, на крутизну. Какой-нибудь самый популярный журнал в твоем городе ищешь, и там, типа, размещаешься, люди видят, и, типа, круто, ты пару раз это показал. Короче, никому не надо, ни тебе, ни твоим покупателям. Такая, короче, фигня. Если чем-то помог, ставьте мне гребаные лайки. Если интересно было, то я еще один видос сниму и постараюсь вспомнить, что я еще делал, что вот работало эффективно. Всем пока! Подписываемся на мой канал. Пишем, конечно же, комментарии. Напишите, может быть, у кого-то свое, своя фишка есть в рекламировании. Пусть другие люди почитают, попробуют, может, кому-то поможет, может, кто-то сэкономит в этом деле. Зря не потратить свое бабло, которого нет. Пока. Делать лучше свой бизнес, который придумаете вы лично, или взять какое-нибудь готовое. Плюсы и минусы и того, и другого. Начну, наверное, со своего. Так как каждый из нас, это такое существо, которое хочет создать что-то сам. Если ты смотришь это видео, думаю, то, что ты искал что-то подобное. Тебя заинтересовало. А почему? Да потому что ты хочешь что-то сам создать. И чуток мешкаешься. То ли сам, то ли чьё-то. Так как человек это такое существо, которое думает, что все...